Доброе утро! Вы смотрите канал Форекс Новостей и Инстафорекс ТВ. Я Ольга Витковская. Подробнее о последних новостях. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, оптимистично надеялись на сохранение индекса деловой активности в промышленном секторе еврозоны. Однако, отчет исследовательской организации Market Economics предоставил совершенно иные данные. Согласно опубликованной информации, значение PMI в мае поднялось до 48,3 пункта против прогноза и предыдущего показателя, отмеченного на уровне 47,8 пункта. Тем не менее, даже рост индикатора продолжает свидетельствовать о спаде в производстве еврозоны, так как индекс остается в зоне ниже пограничной отметки в 50 пунктов, отличающий спад от роста в секторе экономики. А значит, рецессия в регионе сохранится и в течение второго квартала. Но настроения инвесторов проявились гораздо заметнее на новостях из США. В результате такого разочарования пара евро-доллар поднялась на 140 пунктов вверх к отметке в 1,31 доллар. Дело в том, что американский индекс деловой активности сократился настолько, что даже пересек ту самую черту и просигнализировал о возобновившемся спаде в производстве США. Дополнительной поддержкой единой европейской валюте стало также очередное напоминание главы ЕЦБ Марио Драги о краткосрочных ожиданиях постепенного улучшения экономических условий в еврозоне. Вы смотрели новости от компании ИнстаФорекс. Оставайтесь с нами. До новых встреч!